Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канала 16, передача «Актуальное интервью» и у нас в гостях директор дорожно-эксплуатационного предприятия, депутат городской думы по 1 округу Василий Васильевич Ласточкин. Василий Васильевич, я вас приветствую! Здравствуйте! Ласточкин Василий Васильевич родился в 1975 году в городе Арзамас-16. Образование высшее. Окончил Московский государственный машиностроительный университет по специальности промышленное и гражданское строительство. Директор муниципального унитарного дорожно-эксплуатационного предприятия, депутат Саровской городской думы. Василий Васильевич, начнем, наверное, с самой, ну, острой темы, хотя вроде бы уже зима подходит к концу, но тем не менее уборка города, и для многих это животрепещущий вопрос, как убирался город и какие силы были привлечены со стороны ДЭПа и, может быть, даже со стороны других компаний и частных компаний, да, на уборку улиц нашего города? Скажу что-то, в этом году зима выдалась очень снежная. Да, скажу, что это было нелегко убирать город, потому что сразу на все участки города техники не хватало, ее же не бросишь сразу, приходилось убирать согласно очередности. Первая очередная улица – это автобусный маршрут обязательно, автобусные карманы, потом вторая очередь и уже в конце, хоть третья очередь. Своего транспорта не хватало, там порядка у нас выходил 25 единиц, это ежедневно, но этого мало, чтобы, грубо говоря, убирать очень большое количество снега. Приходилось еще нанимать наемный транспорт. Порядка у нас в этом году работала, ну, почти до конца января, это 30 единиц самосвалов наемных и 15 единиц погрузчиков. Давайте немножко по порядку уборки, потому что, ну, есть вопросы, да, к уборке, например, как-то так называемых второстепенных улиц. Вот какие улицы в первую очередь требуется убирать и зачем следит департамент городского хозяйства, администрация города? Ну, департамент, он за всеми очередностями следит. Если не убрали какую-то очередность, все равно прилетает штраф. Это даже штраф? Да, даже штраф за невыполнение. Если жалоба поступила в департамент, департамент реагирует. И первая очередная, это, как я уже повторяю, автобусные маршруты, чтобы автобусы проходили, чтобы пассажиры были доставлены вовремя, кто на работу, кто куда. Силкино, Музруково, строители Захарова. Ну, вторая очередность, это ИТР, район Боровоя. Потом же идут Балыково, Южий Тис и Яблоневый сад. Ну, вот для примера, да, возьмем улицу Силкино. То есть, понятно, что это магистральная улица, там четыре полосы, и по ней действительно ходят там автобусы. Но в то же время они поворачивают на улицу Александровича. То есть, получается, что односторонняя улица также входит в перечень таких первоочередных улиц для очистки. А это автобусный маршрут. Как раз он и проходит. Силкино маршрут переходит на Александровича, опять по проспекту, потом по улице Духова, поворачивается. И пошли уже Силкино и Харитона, и Зерно. Ну, еще улица Шверника, соответственно. Да, улица Шверника, да, тоже автобусный маршрут. И поэтому... То есть, они у вас первоочередной критерий входят. Ну, а остальные, по мере сил, или все-таки у них есть вот этот график очередности, который должен соблюдаться? У них, да, есть график очередности. На каждый день, каждая улица распределена график уборки. Где мы убираем от бордюра до бордюра, просим, чтобы жители убрали транспорт. Не всегда, конечно, реагируют, но в основном убирают улицы, стараются, чтобы эта улица была почищена. Когда убрали машину, нам проще, быстрее мы почистим, перейдем на другую улицу, чем мы будем. Ну, кстати, вот насчет этого. Служба эвакуации УДЭПа работает в этом плане? Потому что, ну, понятно, что не все убрали машины, значит, надо их все равно освободить место для уборки. Да, служба эвакуации работает, мы работаем в тандеме с ГИБДД. Поэтому тоже зависит больше от сотрудников ГИБДД, от их занятости, от их времени, чтобы мы самовольно, без протокола машина эвакуирована. Ну, там целый процедурный порядок, который нужно соблюдать, конечно. В связи вот с привлечением большого количества сторонней, будем говорить, техники, да, хватает ли сейчас средств контракта для выполнения обязательств? То есть, понятно, что пока вроде начало года, да, и вот контракт там 140 с лишним миллионов рублей, и пока вроде как денег хватает. Но на год-то хватит? Ну, на год посмотрим, хватит или нет. Сейчас просто будем дополнительными техническими решениями убирать какие-то другие виды работ с летней уборки, а потом уже, когда подойдем к лету, будем смотреть. Какой объем все-таки территорий, улиц, вообще сколько у нас протяженности, которые требуется убирать, и требуется внимание со стороны ДЭПа? То есть, что предусмотрено контрактом, цифры? Ну, протяженность дорог в городе у нас где-то 165-170 километров. Ну, в принципе, большое количество. Большое количество, да. Ну, по улицам, по протяженности, по этим, по очередности где-то 70 километров, это первая очередная, и там 50 или 40, ну, поделить уже вторая и третья очередь где-то пополам они. Сколько в этом году ДЭП вывез снега с территории города? Да, если точно быть, 170 тысяч кубов. 170 тысяч кубометров вывезли. Вывезли снега, это по, так, по 10 февраля. И сейчас еще мы ведем подсчеты, ДГХ нас проверяет, и как бы дополнительным соглашением будем закрывать еще дополнительный объем вывезенного снега. То есть, в принципе, это, ну, очень много. Это очень много, да. Если один самосвал, это там, сколько, 20 кубов? Ну, да, 20 кубов. То это, ну, там, 8 с половиной тысяч рейсов. Рейсов, да. Еще раз похвалюсь при очистке, это хорошо спасали, это шнекроторная погрузка. Вот, кстати, почему вот такой метод применяют, что не на, условно говоря, не на обочину, а в самосвал? А у нас сейчас же закон принят по Нижегородской области, запрещена шнекроторная переброска на газоны. И поэтому мы сделали большой, еще приобрели на базе Белорус. У нас сейчас два шнекроторных погрузчика. Он грузит вот эти 20-кубовые 3,5 минуты, 4. Поэтому рейсов у нас очень много делает. Ну, и, наверное, может быть, в связи с этим, в продолжении этой темы, да, из-за нехватки собственных средств, ну, в смысле, технических средств, да. Но мы знаем, что ДЭП пополнился в этом году техникой. И вот, может быть, поподробнее, что это за техника и как она уже была задействована? Да, в этом году у нас было, нам приобрели и поставили на наше предприятие 5 единиц уборочной специализированной техники. Это КО на базе КАМАЗ. Она для того, чтобы чистить город, подметать и посыпать. Это специализированная машина. Грейдер тоже самое. Он как и на расчистке города задействован, также на строительстве дорог тоже может задействован быть, потому что он для планировки или расчистки снега отвалом. Две прицепные посыпалки. Это тротуарные. Потому что у нас уже на базе ГАЗЭЛЬ и свой ресурс выработали. Уже сгнили до такой степени, что восстановление не подлежат. Нам две посыпалки. Они очень хорошо посыпают. Их даже можно и улицы посыпать, и не только тротуары. И у нас еще два МТЗ. Это трактор, так называемый «Беларусь». Это тоже обычный «Беларусь». Обычный «Беларусь» – отвалы и щетки для очистки тротуаров и дорог. То есть, соответственно, трактор, к нему посыпалка, как прицеп. И щетки, соответствующие навесной оборудования. Вот хорошо, что мы про тротуары затронули тему. Ведь есть определенные, будем говорить, зоны ответственности. УДЭПа по контракту по муниципальному. Для понимания, может быть, наших телезрителей, где ваши зоны ответственности. Потому что не все разделяют. У меня тут не почищено, а кто конкретно не почистил, большой вопрос. Ну, начнем с того, чтобы было проще ориентироваться. Это тротуары возле центральных дорог. Где мы отчаянием, это идут тротуары, это ответственность ДЭП. И по одному контракту, муниципально, это внутриквартальная территория. Там убираем дамы проезда. И один тротуар, согласно схеме распределения, это у нас 22-й микрорайон. И еще у нас в зоне ответственности тротуары – это скверы. Сквер за администрацией, театральный сквер, потом бульвар, который на Березовой, тоже это как бы наш сквер, посадовый сквер, вот это наша зона ответственности. Ну, то есть основная часть работы – это именно, что дороги непосредственно, сами автомобильные, к ним прилегающие тротуары, то, что идет вдоль, ну и несколько скверов, которые по отдельным контрактам. Все остальное убирает управляющая компания, получается. Да, управляющая компания. Вот, то есть поэтому, если у вас, так сказать, если вы во дворе застряли, то это вопросы не к ДЭПу в первую очередь. Это вопросы к той управляющей компании, которая содержит эту территорию и по-другому совершенно контрактуют за другие деньги. Да, много таких обращений, которые, вот, да, я во дворе вот застрял, я не проехал, и звонят в ДЭП. Мы вроде говорим, что это не наша зона ответственности, все равно это ДЭП, если чистить ДЭП, значит, должен все чистить ДЭП. Вот, как бы у людей такое складывается мнение. Ну, вот, я надеюсь, что сейчас мы немножко его, это мнение, так сказать, поправим. Во-первых, надо обращаться в Департамент городского хозяйства. Я думаю, что они следят за всеми контрактами и их исполнением, да? Да. Вот, и я думаю, это лучшее место, куда нужно направлять свои жалобы и обращения в этой ситуации. Насколько обеспечено сейчас кадрами, и как эта ситуация в дорожно-эксплуатационном предприятии складывается? Как бы кадровый голод, он везде кадровый голод, да, не хватает и механизаторов, и водителей. Поэтому нам приходилось в этом году даже заключать такие договора гражданские правовые, чтобы привлекать для уборки транспорта. Есть, которые работают по сменам где-то на другом предприятии, но могут работать и у нас. Как бы они прошли стажировку, они прошли обучение и выпущены были на линию. Также это на грейдеры, это на КДМки, вот, как бы помогали еще эти. А так бы, конечно, не мешало, чтобы еще пришли водители, механизаторы. Но я так понимаю, в городе-то их особо и нет. Да, в городе нет, поэтому мы запрашиваем везде, запросили и Вознесенск, и работаем с этим, с центром занятости, и Дивеево, и Первомайск, и даже Дарзамаса, и Мордови, и тут близлежащие все. Это как бы кое-что, как бы уже пришли. Несколько человек по этим объявлениям, нам и водители, механизатор, два водителя, три механизатора. Теперь поговорим о будущем, наверное, близлежащем, можно сказать. Мы сейчас в силу погоды, да, особенно в ближайшем месте, я так понимаю, у нас будет с плюса на минус температура воздуха скакать. И это всегда очень тяжелая проблема с точки зрения состояния асфальтового покрытия. Кто сейчас будет производиться с точки зрения, ну, во-первых, ямочного ремонта, да, оперативного, во-вторых, какие планы по строительству дорог? Наверное, начнем с ямочного. Ну да, начнем с ямочного. Сейчас уже мы по этим, по ямам работаем, уже, наверное, недели две, потому что, как только была предпосылка на такую погоду, мы сразу в прошлом году еще приобрели еще один рециклер для ремонта. Дорога – это маленький, как бы сказать, асфальтобетонный заводик, который там, производительность у него, ну, за смену полторы-две тонны. Вот он сварит, и смена едет по городу. Сначала объезжаем, смотрим, где катастрофически большие яма, направляем в первую очередь туда. Спасает, но в какой-то мере все равно мало. Вот идет, какой сейчас обильный снеготаяние и как вскрываются дороги, тоже как бы мало ресурсов для этого. Получается, что ДЭП сейчас готов к таким событиям. Ну да, мы готовы. Это ежегодные, при сменах температур идет вот именно разрушение асфальтобетонного покрытия, потому что влага попадает в трещину, она замерзает, оттаивает, и начинает пучение. И потом автомобили, и быстро очень разбивается в такую погоду. Даже лучше бы был мороз, оно не так разбивалось, как вот идет сейчас при снеготаянии. Насчет контрактов на будущее, да, в этом году планируется у нас строительство дорог, какой дорожный фонд, и как ДЭП будет участвовать в этих работах? Ремонт дорог, да, ДЭП будет участвовать в этих контрактах, будут разыгрывать, будем участвовать, и, надеюсь, будем выигрывать и работать по ямочному ремонту, который будет как бы запланирован большими картами. Большими, ну то есть мне вот это вот как? Ну, полуямочный, будем говорить, ремонт, когда кусочками отрезают. И полуямочный будет, потому что это в основном контракт, там заложено вот эти с фрезерованием ям. Сейчас вот немного вода сойдет, начинает подсыхать, будем и фрезеровать маленькими ямками. Все равно же ремонтировать надо будет и такие участки, где ямы есть, и надо отфрезеровать грани, ямку сформировать и уложить асфальт. А вот насчет сроков вообще, есть ли какие-то контрольные сроки, и как вообще за вами, ну там, следят же наверняка, и ГИБДД, по-моему, это их функция, да, контролировать состояние дорог? За нами контролирует департамент городского хозяйства, за нами контролирует ГИБДД, за нами контролирует прокуратура. В общем, за всеми, за очисткой, обрезанием веток и знаков, за нами все контролируют и предписания прилетают от всех, чтобы устранить там-то, устранить там-то, устранить там-то. То есть, в принципе, контроль, без контроля эта работа не ведется вообще ни один день? Нет, нет, контроль ежедневный. Вот к вопросу о контрактах, как раз, наверное, такой немаловажный аспект. Раньше ДЭП существовал, ну, будем говорить, может быть, в несколько вольготных условиях, не было конкуренции, да, на рынке строительства дорог, строительства, ну, как новых дорог, так и их ремонта. Вот сейчас ситуация как изменилась? Насколько ДЭП потерял в связи с возможной конкуренцией в городе за последние несколько лет? Ну, ДЭП, как бы, участвует в конкурсах на общих основаниях со всеми коммерческими организациями, которые заявляются на конкурс. Вот точно так же мы просчитываем, просчитываем свои прибыли и убытки, до какой отметки мы можем снижаться на конкурсе, чтобы не попасть, ну, как бы, в убыток себе. Ну, тут ведь получается так, что если брать раньше, то ДЭП зарабатывал, будем говорить, на строительстве, да, а вот по очистке, да, вообще, у меня такое ощущение, что денег в контракте не хватает с точки зрения содержания и очистки дорог, ну, особенно вот такие снежные зимы. Получается, за счет тех контрактов как-то софинансировали эти работы, как некая социальная нагрузка. Здесь не ведет эта ситуация к некому, там, ну, по сути, обвешанию ДЭП или снижению его прибыльности. Конечно, вы, часть своей прибыли, можете потратить, там, и на зарплаты, и на покупку новой техники. Ну, да, все это, конечно, контракты, конечно, нужны, и, конечно, нужны более прибыли. Для того, чтобы, да, при очистке дорог, вот, как говорится, социальная нагрузка, да, есть некоторые месяца, это переходящие с зимы к лету, с лета на осень, которую там, ну, зарабатываем на очистке, но уборки очень мало, и поэтому перекрываемся по зарплате и по, ну, по всему там, по заработанным ранее контрактам. На стройки, соответственно. Да, на стройки, да. Ну, вот, как бы, вопрос тут, наверное, к органам местного самоуправления. Какая должна быть, с вашей точки зрения, оправданная цена контракта на уборку города? Вот такая, что там ДЭП действительно там не уходит в минус в течение года. Ну, если просчитать контракт и завысить ее, то, скорее всего, очень много будет желающих зайти на конкурсы и, наверное, участвовать в нем. Мы потом, как частные предприятия, как они будут работать, тут все равно муниципальное предприятие, оно, как бы, зависимо от администрации. И мы исполняем все, как бы, все замечания, все, которые выставляют, есть деньги или нет денег в контракте, все равно мы выполняем его. Потом только мы начинаем прорабатывать с департаментом, где, откуда найти средства, чтобы заплатить ту работу, которую мы выполнили, как бы, для очистки города, чтобы не запустить город и не оставить там, если, может быть, коммерческая организация скажет, все, денег нет, я работать не буду, убирать не буду, и в это может город не убираться. И будут они лихорадочно искать. А здесь более, как бы, опора больше на муниципальные предприятия, которые не подведет город и выполнит работу, которые нужны. Но в этой ситуации получается, что владеть собственным дорожным предприятием не столько выгодно, сколько необходимо жизненно. То есть частная организация может убирать, может не убирать, там, или, условно говоря, у нее есть там 100 рублей, да, вот на 100 рублей убрались, все, закончили упражнение. А ДЭП не может бросить город на произвол судьбы в этой ситуации. Ну, как бы, да, это мое субъективное мнение, то, да, что имея предприятие, администрация, как бы, она защищена вот таких вот непредвиденных ситуаций, которые может сделать коммерческая организация. Василий Васильевич, вторая, наверное, тема, которую, помимо основной деятельности вашей, как директора, это депутатская деятельность. Ведь вы, как депутат первого округа, депутат самого большого округа в городе, я напомню, может быть, и здесь, первый округ, это, по-моему, 4300 избирателей, если я правильно помню. Это при том, что, ну, вот, например, у меня, по-моему, 2150, то есть это в два раза больше, чем в средний округ в городе. Причем округ разношерстный. Это улица Димитрова, это Саровская Ривьера, это 22-й микрорайон, то есть Негина и Садовая улицы, это Балыково, да. С какими проблемами, вот вы, как депутат, сталкивались, с чем к вам сейчас обращаются избиратели и какие-нибудь, может быть, уже, так сказать, дела, о чем можно рассказать сейчас? Ну, как депутат, сейчас зимой обращались это в основном по расчистке снега, всем, кому-то надо расширить улица, там, Балыковская, да, там, когда проезжает просто городерами, она сужается и начинает, да, иногда разъезжает, приходится и по долгу, как директор, я выезжаю, мы смотрим, да, надо ее расширять, возить, также обращение граждан, там, ну, частные позвонят, Василий Васильевич, ну, вот здесь вот не проезжает, надо вот здесь вот убрать, здесь почистить, ну, приходится, да. Убрать снег, вывезти, почистить, потому, чтобы где-то остановки, не остановки, а проходы, вроде их там не должно быть, все равно расчищаешь пошире, чтобы народ ходил, типа, как тротуар использовал, вот такие участки есть. Есть такие обращения, как отвал сделали возле горошей, тоже звонят, у нас вот сделали отвал, мы не можем почистить, иногда тоже, да, приходится и отправлять технику почистить там. Обращений много по освещению, это 22 микрорайон, это тоже и в сторону Балыковской улицы, и Гайдар обращались, где там, как бы, реагировали все это, где-то восстанавливались светильники долго не горящие. Есть обращения по Димитрову тротуару, но до сих пор не можем решить, там под тротуаром очень много коммуникаций, если запланируют тротуар, проходит очень много коммуникаций, теплосеть, электрика. Поэтому пока дали ответ администрации, я обращался, как депутат, что вроде невозможно сделать на этой стороне, я тут туда, к платине. Сейчас у меня по 22 микрорайону два проекта, мы из депутатских денег оплачены, их нужно сейчас реализовать, это по освещению детских игровых площадок. Не хватало освещения, вот планируем, может быть, в этом году реализуем эти два проекта. Сотрудничаем с управляющими компаниями, которые вместе со мной, как бы, тоже свои пожелания вносят, и мы с ними уже смотрим, где что можем из моих, что можем из их средств, какие пожелания вроде жителей тоже, и мои, и управляющие компании, и жители были довольны, вот такие. Динарный Меркантин, немножко вопрос задам, я ваш избиратель, живу у вас на округе. Обращение Саровска-Ривьера как нового такого микрорайона, и там уже проживает достаточно много людей, были ли оттуда какие-то пожелания, предложения? Оттуда обращения были, но не по благоустройству, а по проблемам. Понятно, там благоустройство, где еще? Да, конечно, там все, как бы, там больше проблем, вот эти, были стаи собак, там, вот. Да, есть такая проблема. Да, вот проблема эта была в начале, это в прошлом году, в этом году вроде по собакам пока обращение, вот в прошлом году, наверное, обращений пять было, приходилось реагировать, и много обсуждений много было, ну, как бы, проблема вроде решилась, пока обращений нет. Последний вопрос, как к вам обратиться, как к депутату, какие контакты, где их можно найти? Контакты есть на сайте городской думы, и там и номер телефона, и электронная почта, могут звонить, писать, я всегда отвечу, как бы, стараюсь реагировать быстро, оперативно на все вопросы, которые ко мне приходят, либо звонят, либо по электронке присылают. Ну, тем не менее, на сайте думы, дума.дефис.саров.ру, есть форма для обращения, всегда можно ее заполнить, и это обращение сразу же поступает на электронную почту к депутату, неважно к какому, там, не только к Василию Васильевичу, там, если это первый округ, а ко всем остальным. Василий Васильевич, большое спасибо, что пришли к нам, рассказали про ваш нелегкий труд, большие заботы и большой объем работы, которую вы делаете для города, весь ваш коллектив, мы, конечно же, вам благодарны за это, я надеюсь, что мы с вами не в последний раз в этой студии встречаемся. Друзья, ну, а на этом у нас все, это была передача «Актуальное интервью» на канале 16 с нашим гостем Василием Васильевичем Ласточким, директором муниципального дорожного предприятия. Мы с вами увидимся через неделю, до свидания. До свидания.